Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, номер 561. Вычислите. Пример А. Пример со многими действиями. Поэтому расставим сначала действия. Первое действие – деление дробей. Второе действие – умножение дробей. Третье действие – деление дробей. И четвёртое и пятое действие – порядку сложения-вычитания. Чтобы не тянуть за собой весь пример и ничего не забыть, сделаем этот пример по действиям. Итак, первое действие. Минус 3 четвёртых разделить на 5 шестых. Определим знак. Отрицательное число делим на положительное. Получаем отрицательное число. А теперь по правилу деления дробей. Делимое 3 четвёртых умножаем на число, обратное делителю. Умножаем на 6 пятых. Можно сократить. Не забываем минус перед дробью. Сократить 6 и 4 на 2. В числителе будет 3, в знаменателе 2. Получаем дробь минус 9 десятых. Первое действие выполнено. Второе действие. Умножение дробей. 15 шестнадцатых умножить на 2 пятых. Умножаем числитель на числитель, знаменатель на знаменатель. 15 умножить на 2 в числителе. 16 умножить на 5 в знаменателе. Можно сократить. 15 и 5 на 5. В числителе будет 3, в знаменателе 1. 2 и 16 на 2 в числителе 1, в знаменателе 8. Получаем дробь 3 восьмых. И третье действие. 1 разделить на 1 девятую. Делимое 1. Будем умножать на число, обратное делителю. То есть на 9 первых. При умножении на единицу получаем то же самое число. То есть получаем 9 первых. Или 9. Пока не будем превращать в целое число. Потому что у нас дальше идут сложения, вычитания дробей. Итак, четвертое действие. По порядку сложения и вычитания. Запишем сразу. Минус 9 десятых. То есть то, что получилось в первом действии. Прибавить то, что получилось во втором действии. 3 восьмых. И минус то, что получилось в третьем действии. 9 первых. Дроби с разными знаменателями. Приведем к наименьшему общему знаменателю. Наименьший общий знаменатель 40. И так будет. Дополнительный множитель к первой дроби 4. Ко второй дроби 5. И к третьей дроби 40. Получаем. Минус 36 сороковых. Плюс 15 сороковых. И минус 360 сороковых. Равно. Сложим сначала числа одного знака. Минус 36 сороковых. Минус 360 сороковых. Знак оставляем тем же, а модулю складываем. Получаем минус 396 сороковых. И плюс 15 сороковых. Числа разного знака. Из большего модуля вычитаем меньший модуль. И оставляем знак большего модуля. Минус 396 сороковых. Минус 15 сороковых. Будет 381 сороковая. И так минус 381 сороковая. Неправильная дробь. Выделяем целую часть. Получаем минус 9 целых 21 сороковая. Записываем ответ. Результат. В пример. Итак, минус 9 целых 21 сороковая. Первый пример вычислен. Запишем B. Пример со многими действиями. Первое действие деление. Второе действие деление. Третье действие деление. Четвертое действие деление. Дальше по порядку сложения и вычитания получившихся результатов. Тоже сделаем пример по действиям. Чтобы нам ничего не потерять и не тянуть за собой весь пример. Итак, первое действие. 2 разделить на минус 3 пятых. Определим знак. Получаем отрицательное число. Теперь по правилу деления. 2 будем умножать на число, обратное делителю. На 5 третьих. Сократить ничего нельзя, поэтому получаем минус 10 третьих. Не будем пока выделять целую часть. Если надо будет, мы потом выделим. Второе действие. 3 пятых разделить на 2. Чтобы дробь разделить на число, надо это число умножить на знаменатель. Умножаем на знаменатель число 2. Получаем дробь. Сократить ничего нельзя. 3 десятых. Третье действие. 3 вторых разделить на 6. Только что мы делили на число. Это значит, надо дробь 3 вторых. И число 6 умножить на знаменатель. Здесь можно сократить 3 и 6 на 3. В числителе останется 1, в знаменателе останется 2. 2 умножить на 2 будет сразу 4. И четвертое действие. Делением. 6 разделить на 3 вторых. Делимое 6. Будем умножать на число, обратное делителю. Умножать будем на 2 третьих. Можно сократить 6 и 3 на 3. В числителе будет 2, в знаменателе 1. Получаем 4 первых. А теперь по порядку. Сложение и вычитание. Итак, пятое действие. То, что получилось в первом действии. Это минус 10 третьих. Прибавим то, что получилось во втором действии. 3 десятых. Минус то, что получилось в третьем действии. 1 четвертое. И прибавим то, что получилось в четвертом действии. 4 первых. Равно. Приведем дроби к общему знаменателю. Наименьший общий знаменатель 60. Дополнительный множитель к первой дроби будет 20. Ко второй дроби 6. К третьей дроби 15. И к четвертой дроби 60. Получим минус 260. Плюс 18 шестидесятых. Минус 15 шестидесятых. И плюс 240 шестидесятых. А теперь сложим сначала числа одного знака. И дальше будем складывать числа уже разных знаков. У нас числа одного знака. Минус 260. Минус 15 шестидесятых. И плюс 18 шестидесятых. Плюс 240 шестидесятых. При сложении чисел одинакового знака, знак оставляют тем же, а модулю складывают. Итак, сложим сначала отрицательные числа. Получаем. Минус 215 шестидесятых. И положительные числа. Это будет плюс 258 шестидесятых. А теперь у нас получились числа разного знака. Из большего модуля вычитаем меньший модуль и получаем знак большего модуля. Получаем положительное число 43 шестидесятых. Несократимая дробь. Запишем ее в ответе. Итак, равно 43 шестидесятых. Мы сделали пример B в номере 561. Примеры A и B сделаны. Если у вас есть вопросы или предложения, то оставляйте свои комментарии под видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова